Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и в этом видео на примере одной панели я расскажу, как устанавливаются панели расширения в программу Adobe Photoshop. Для того, чтобы установить панель расширения, вам нужна вот такая утилита. Она называется Adobe Extension Manager CS6. Эта утилита устанавливается по умолчанию вместе с программой Adobe Photoshop и позволяет устанавливать расширения в различные продукты компании Adobe. Если вы вдруг не установили эту программу, вы можете всегда скачать ее с официального сайта Adobe. Ссылку я приведу в описании. То есть в архиве будет текстовый файл, где я укажу ссылочку, по которой можно скачать вот эту программу. Итак, эту программу нужно запустить. Затем перейти вот сюда, нажать установка. Предварительно вам нужно распаковать из архива, который вы скачали, вот эти файлы куда-нибудь в какую-нибудь папку на вашем жестком диске. Теперь нужно найти файл, соответствующий вашей версии программы. Файл без подписи предназначен для версии CS6. А файл с подписью CS5 в конце, соответственно, для CS5. Не перепутайте, потому что эти расширения несовместимы. Итак, выбираете нужный файл. Вот он, инсталляционный файл. Он с расширением Adobe Zip Format. Нажимаем открыть. У нас запускается процесс установки. Нажимаем принять. Вот на эту надпись не стоит обращать внимание, так как эта программа сверяется с сервисом Adobe Exchange, в котором находятся различные панели, и авторы эти зарегистрированы в компании Adobe. Так как я не зарегистрирован, то и поэтому будет вот такая предупреждающая подпись, что издатель не найден и не подтвержден центром сертификации. Нажимаю «Установка». Выходит надпись, что расширение Mask Panel Easy успешно установлено, и теперь нам нужно закрыть и перезапустить Photoshop CS6, если он был запущен. Нажимаю «Ок». Обратите внимание, что расширение устанавливается сразу для двух версий программы, то есть как для 32-разрядной, так и 64-разрядной. Если операционная система у вас 32-разрядная, то вот этого не будет. У вас будет только Photoshop CS6. После того, как мы установили расширение, программу Adobe Extension Manager можно закрыть и запустить программу Adobe Photoshop. запускаем, переходим в меню «Окно», «Расширение», и вот здесь появляется надпись Mask Panel Easy. Нажимаем, и у нас загружается наша панель расширения. Вот ее иконка. Нажав на иконку, панель можно сворачивать и разворачивать. И вот так эта панель выглядит. Теперь рассмотрим еще один способ установки расширения, если вдруг вы не нашли, не скачали или не установили Adobe Extension Manager. Я предусмотрел и такой случай. Обратите внимание, что в архиве есть еще и две папки с одноименными названиями, то есть Mask Panel Easy и Mask Panel Easy CS5. Вот как раз эти папки и предназначены для установки панелей вручную. Для того, чтобы установить панель вручную, нужно эту папку скопировать, то есть кликнуть по ней, затем можно скопировать правой кнопкой, выбрать «Копировать», либо нажать комбинацию клавиш «Ctrl-C». Теперь нам нужно перейти по следующему пути. Здесь будьте внимательны и запоминайте. Локальный диск «C», «Program Files», «Adobe», «Adobe Photoshop CS6», «Plugins», «Panels». Если у вас нет папки «Panels», ее нужно создать. И в эту папку нужно вставить нашу скопированную папочку. Но так как я установил панель расширения, то она здесь уже есть, и я вставлять не буду. Но вам придется повторить вот эти же операции для всех версий программы. То есть если у вас установлено 32 и 64 бита, то нужно и туда, и туда скопировать вот эту папочку. В 32-разрядный Photoshop она копируется вот сюда, в «Program Files» x86. Здесь тоже есть папка «Adobe», также есть «Photoshop CS6», «Plugins», «Panels». Вот сюда можно скопировать папку. Нажимаем «Ctrl V» или правой кнопкой мыши «Вставить». Вот наша папочка вставилась, и теперь у нас это расширение есть в обоих версиях программы. Закрываем. Также теперь нужно перезапустить Photoshop, зайти в меню «Окно», «Расширение» и там найти нашу панельку, и она загрузится. Вот такой альтернативный способ установки. Итак, после того, как мы установили панель, можно переходить к ее описанию. Об этом я расскажу в следующем ролике.